Купание только в разрешенных местах и под присмотром взрослых. Переход проезжей части на зеленый свет и алгоритм спасения во время пожара. Это занятие с отдыхающими детского лагеря Щатково. Одно из показательных. Школьники не слушают. Они по-взрослому дают мудрые ответы на жизненные вопросы. Почему происходят пожары? Ну, иногда из-за того, что родители оставляют своих детей. И они могут сами взять спички. Иногда бывает, что газ включен. Бывают, из-за солнца возгорается леса. Что нужно делать, если произойдет пожар? Сначала надо не паниковать. Если есть дома, кто-то позвать. Намочить мокрую тряпку, приложить к рту. И заткнуть, ну, можно выйти, если есть красная тряпка, выйти на балкон, махать и звать на помощь. Чем опасен пожар? Ну, потери каких-то важных вещей. Иногда даже людей. Ну, потери дома часто. Статистика упрямо подтверждает вышесказанное. Только в этом году несколько тысяч белорусов лишились во всех смыслах крыши над головой. 270 человек погибли. Из них один ребенок. К счастью, в Бобруйске и районе в 2019-м дети и подростки на пожарах не пострадали. В этом заслуга работы родителей, воспитателей, в том числе и моих коллег, которые также прививают детям правила безопасности и учения. На прощание мастер-класс от спасателя. Практическое применение огнетушителя. Подобные контрольные проверки знаний огнеборцы продолжат и в других детских лагерях. Акция «Каникулы без дыма и огня» завершится в сентябре. Ангелина Дегун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.